Всем привет, это FreeStudio21.com И вдогонку к видео про Much Very Much с упражнениями я решила сделать маленькую теорию. Она будет предельно элементарной. Здесь нет ничего такого супер невероятного. И вопрос здесь такой. Всегда ли Much может заменяться на Very Much? Ну то есть Much Very Much. Тоже ли это самое, или это всё-таки разные вещи? С одной стороны, казалось бы, это то же самое, потому что Very просто усилитель. Он всегда усилитель. Он исключительно паразитирует либо на наречиях, либо на прилагательных. Much Наречия. Поэтому Very вот его усиляет. Не более того. Но здесь есть некоторые подвохи. Посмотрим на предложение. Сейчас, возможно, это будет видно из предложений. Итак, первое. I like hamburgers very much. Я очень люблю гамбургеры. Итак, вот моё Very Much. И вот у меня Like. Сейчас мы увидим, что Main Verb здесь очень важен. Далее второе. I very much appreciate your help. Или могло бы быть I appreciate your help very much. Это без разницы. Итак, у нас опять Very Much. И далее у нас Appreciate. То есть я очень сильно благодарна за вашу помощь. Или если дословно, я очень ценю вашу помощь. Ладно, третье. Your help is very much appreciated. Опять Very Much. И здесь у нас Passive Voice. Поэтому Is Appreciated разрезается. Very Much. Да, такое можно делать. Это абсолютно без проблем. Если кому-то не нравится, можно всегда сказать Your help is appreciated very much. Мы благодарны за вашу помощь. Или за вашу помощь очень благодарны. Не важно кто. Теперь проведём эксперимент. Попробуем везде Very Much заменить на просто Much. И посмотрим, что будет происходить. Итак, первое. I like hamburgers much. Или если вот мне не звучит это, я могу сказать I much like hamburgers. То есть теоретически Much у меня может быть и здесь. Естественно ли это будет звучать? Ну, понятие естественно будет ли звучать, это очень вещь такая условная. Но мало ли для кого естественно. Но на самом деле Much здесь использовать нельзя. А нельзя его использовать в силу того, что у нас основной глагол Like. Он вот особенный. С ним не ставится Much. Very Much ставится. А Much не ставится. Поэтому здесь фокус с Much не пройдёт. Посмотрим второй вариант. I much appreciate your help. То есть вместо вот этого мы ставим вот это. Да, это можно делать. Much здесь имеет право на жизнь. И он спокойно может заменять Very Much. Опять же, в чём проблема? Проблема в глаголе. Далее, третье. Your help is much appreciated. Могу ли я здесь Much поставить вместо Very Much? Запросто. То есть получается, ну вот два против одного. В двух случаях можно. В одном случае почему-то не получается заменять. Почему-то мы, допустим, сейчас не знаем. Но всегда ли так всё просто? Ну ладно. Допустим, Passive Voice, он вообще особенный. Возможно, там вот такой вот номер прокатывает. Very Much, Much, какая разница. Но что делать, если у меня всё упирается в глагол? Ну я же не могу все глаголы выучить. В чём же проблема с глаголами? Почему Like не вписывается в общую схему? Почему Appreciate можно ставить Very Much и Much? А что с другими глаголами? Если у меня, допустим, будет Want стоять какое-нибудь, или Feel, или чё? Что там делать? Как я буду знать? Можно там использовать Much, Very Much или нельзя? И что делать, если у меня формы глагола будут стоять? Мы же помним, что наречия могут стоять с формами глагола, особенно с Participles. Потому что Participle может быть классическим Participle первым или вторым. Вот часть, допустим, этого Passive Voice. А может же быть и самостоятельным игроком. И кроме того, есть ещё Participle Adjectives. С ними-то что делать? И поэтому нарисуем таблицу. И в первой колонке у нас будет Verb или Verbal. То есть, либо глагол, либо форма глагола. А дальше у нас будет Much и Very Much. И сейчас будем ставить плюсики, где можно чего ставить и с чем. Здесь ещё надо заметить одну важную вещь. Всё, что здесь будет говориться, касается только утвердительных предложений. То есть, речь идёт только об Affirmative, так называемом. Здесь не будет идти речь о вопросах и не будет речь идти об отрицаниях. Потому что ни в отрицаниях, ни в вопросах Very Much или Much в значении именно сильно, а не много. Много-то может быть. Но сильно, когда он у нас действия характеризует, обычно в вопросах и в отрицаниях его не используют. Вот это очень интересная такая его особенность. Опять же, когда он значит сильно, а не когда много. Потому что много с количеством ещё как может быть. Итак, первая категория глаголов, с которыми сразу же оговоримся, может использоваться и Much и Very Much. Это Appreciate, ну то, что было в примере. Сюда же Prefer, Regret. Сейчас мы увидим закономерность, потому что все глаголы-то знать нельзя. Здесь будет вырисовываться определённый тип глагола. Никакие попало. Admire, восхищаться. И по большому счёту, это все те глаголы, которые будут показывать, скажем так, личное отношение к чему-либо. То есть, что я думаю о чём-то, что я чувствую о чём-то, моё отношение к чему-то, я чем-то восхищаюсь, что-то предпочитаю, там что-то терпеть не могу и вот всё вот это вот. То есть, всю эту кампанию можно описать feeling. Feeling при этом надо понимать, что это не просто чувства, это мысли. Feeling about something. Здесь может быть ещё detest, допустим, какое-то там, то есть, не нравится мне что-то. И здесь есть ещё один интересный нюанс. Все эти действия употребляются с Very Much при одном условии. Если у меня подлежащее в первом лице. То есть, это может быть либо I, либо вы. Я могу говорить только о своих очень сильных эмоциях, чувствах или мнении. Но не о мнении, чувствах и эмоциях других людей. Это такая интересная особенность. Нам, иностранцам, это очень тяжело понять, почему. Но вот есть такой маленький нюанс. Можно ли appreciate и prefer поставить ski или she или they? Ну, конечно, можно, но very much тогда ставить нежелательно. Итак, все они могут использоваться как с much, так и с very much. Ну, то есть, всё то же, что было в примерах. Appreciate вот было здесь. И вот здесь appreciate тоже нарисовался. Теперь далее. У этой группы есть логическое продолжение. Но оно немножко особенное, поэтому отнесём это логическое продолжение, наверное, во вторую группу. Тем более, что во второй группе не будет ограничения по лицу и числу. Там могут, в принципе, быть любые деятели или делатели. Вторая группа очень сильно перекликается с первой. Фактически, это её, ну, если угодно, продолжение. Потому что здесь тоже будет правильно говорить, что это глаголы, которые показывают мои чувства и отношения к чему-либо. То есть, нравится, не нравится, люблю, не люблю и так далее, и так далее. Но здесь будут другие глаголы. Здесь будет agree, hope, надеяться, doubt, сомневаться, love. Ну, и там, где love, там, естественно, будет like. Сюда ещё можно want относить, fear, бояться. Ну, и, в принципе, это самые такие основные. Там есть ещё нюансы, но это самые основные. И вот с ними есть одна маленькая сложность. Они не употребляются с much. Они употребляются только с very much. И если мы вернёмся к нашим примерам, то вот, это наш казус, с like. Здесь нельзя было much поставить, только very much. Далее, третья группа. Третья группа – это passive voice. Мы помним, что фактически passive voice – это комбинация participle второго с разными формами глагола быть. Напомним себе. То есть, здесь мы уже имеем дело не так с глаголом, как с формой глагола. С verbal. И с verbal мы можем использовать всё, что хотим. Хоть much, хоть very much, без разницы. Что и было в примерах выше. Your help is very much appreciated. Или your help is much appreciated. Здесь у нас passive voice со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, никаких проблем у passive voice с match и very much не возникает. Следующая группа – это past participle или participle второй, как кому больше нравится. И past participle второй бывает двух видов, по большому счёту. Это может быть participle adjective. Наверное, здесь я допишу, что это adjective. То есть, это прилагательное, которое образовано от participle второго. А может быть просто past participle, как, допустим, часть оборота. То есть, построенный там три года назад, мост всё ещё выглядит как новый. И что будет, если это будет часть оборота? А часть оборота – это, по сути, урезанный passive voice. Поэтому past participle, если он часть оборота, он ведёт себя точно так же, как passive voice. И там может быть хоть much, хоть very much, хоть что угодно. А вот если past participle у нас adjective, тогда мы с ним не используем much, а только very much. То есть, по аналогии со вторым случаем. I am very much interested in poetry, допустим. Я очень сильно интересуюсь поэзией. Здесь нужно понимать, что interested будет переводиться у нас действием. Но в английском предложении это participle adjective. И далее есть ещё одна группа. Очень логично, если мы past participle adjective разбираем, то, наверное, и present participle adjective будет логично вспомнить. Итак, если у нас present participle adjective, то есть ing, тогда у нас surprise, surprise не будет ни much, ни very much. У нас будет просто very. В этом смысле ing-овая форма ведёт себя как классическое прилагательное. В отличие от past participle, который ведёт себя, ну, скажем так, не совсем типично, как для прилагательного. Хоть и называется participle adjective. Ну, вот скажем, the movie was very interesting. И вот оно very. И вот у нас participle adjective первого типа, если угодно. Вот такая вот схема. В принципе, ничего такого неожиданного нет. Much very much почти всегда можно использовать. И в довольно большом количестве случаев можно спокойно их заменять друг на друга. Но есть нюансы. Нужно запомнить, что есть глаголы, с которыми much никогда не ставится. Ну, хотя бы вот этих вот, сколько их тут? 7 штук. Это самые такие ходовые. Есть и ещё, но это и самые ходовые. И нужно запомнить, что past participle особенный. С ним much не ставится, но только если это past participle adjective. Если это урезанный пассив или полный пассив, неважно, или оборот какой-то, там может быть и то, и другое. Ну и помнить, что инговая форма вообще с much и very much нигде никогда не пересекается. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на упражнения по этой теме из книги Хьюингса. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.